здравствуйте друзья меня зовут филатов сергей вы смотрите канал вселенная бв24 хозяин канала Евгений Голосюк сейчас за камерой и сегодня мы с вами поговорим о таком государстве как Ниберланды а расскажет нам Мария Маша у нас в гостях и мы очень рады ее приветствовать здравствуйте и сегодня мы хотим у тебя спросить в общих чертах не вдаваясь в подробности о том как ты попала Ниберланды зачем почему и для чего прошу хорошо в Ниберланды я попала потому что я поступила в магистратуру и собственно поэтому там сейчас и живу почему выбрала эту страну для обучения потому что на мой взгляд Нидерланды являются сейчас одной из ведущих стран по развитию именно музыкального бизнеса музыкальной стороны нашего мира и даже в 2019 году победителя Евровидения был голландец и в 2020 году Евровидение пройдет в Роттердаме и это меня и чуть-чуть и сподвигло еще больше удостовериться в том что Голландия действительно страна в которой можно развиваться как музыкант тогда чуть-чуть отмотаем магистратура после чего ты поступила на магистратуру именно в Нидерландах я закончила ростовскую государственную консерваторию имени рахманинова по профилю страны джазовый вокал вот-вот и в связи с этим вопрос неужели в Нидерландах такая потребность и такой интерес именно к культуре джаза да джаз очень развит в принципе во всей Европе в Нидерландах особенно потому что моя консерватория специализируется на программе которая называется нью-йорк камцу Гронинген и каждую неделю американские педагоги приезжают к нам и дают мастер-классы открытые занятия индивидуальные занятия посвящают или погружают нас в атмосферу джаза и жители Нидерландов Гронингена моего города также приходят на эти мастер-классы слушают интересуются поэтому мне кажется да эта страна в которой он развивается и будет развиваться джаз то есть не Америка Нидерланды в Европе Нидерланды и с чем это связано как с чем я знаю с чем потому что Северная Африка джаз это черный континент это музыка темнокожих да 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 Европа скоро будет полностью все джазовая ну а мы рядышком а помнишь свой первый день Нидерландах да я помню первый раз я прилетела в Нидерланды в марте когда полетела на день открытых дверей и что меня сразу поразило это цветущие клумбы повсюду абсолютно множество тюльпанов множество других различных цветов природа множество велосипедистов минимум машин моя тема велосипед да именно это меня поразило и удивило мне надо Нидерланды срочно теперь следующий вопрос скажи пожалуйста вот климат Нидерландов от нашего как он сильно отличается там повышенная влажность в принципе если вы были в Санкт-Петербурге то климат примерно одинаковый по влажности а по температуре летом там плюс 20 зимой минимум может быть ноль то есть комаров там раздолье нет комаров там нет но очень много пауков потому что вода влажность так давай теперь поговорим с тобой о кухне чем там кормят а кухня очень простая сами голландцы на завтрак и на обед предпочитают сэндвичи и только на ужин они едят что-то горячее супы и борщи это и вообще не характерно для их кухни также характерна очень жирная пища и сладости они любят взбитые сливки практически все ими заполняют все пышки все трубочки все то есть они ленивые и любят покушать да примерно как и мы что-то у нас общее хорошо а где ты живешь там я снимаю комнату тебе это по карману мне по карману в отличие допустим санкт-петербург да да давайте ну и и как в принципе дороже чем в санкт-петербурге чем в ростове но у них принято снимать не квартиры целиком а принято снимать комнаты и если вы снимаете квартиру все-таки нашли то государство может вам возвратить одну треть от суммы потому что они заботятся у них принято что дети когда им исполняется 18 лет они должны съехать от родителей и начать свою самостоятельную жизнь неважно имеют они работу или поступили они выше учебные заведения они съезжают и начинают жить самостоятельно и и государство очень хорошо их поддерживает первое время выплаты также вот помощь в квартире по оплате квартир это создано для того что родители не должны обеспечивать их всю жизнь что каждый должен иметь свое личное пространство и свою личную жизнь то есть если мы с евгением вдвоем поедем с ними двухкомнатную квартиру мне доплатят ему доплатят и мы еще будем получите вид на жительство для обычных туристов нет хорошо значит ты вид на жительство получил я получила то есть ты одной ногой здесь одной ногой там как ты хочешь двойное гражданство или не двойно меня устраивает российское гражданство очень приятно патриот который прославляет нашу родину не только лицом но еще и голосом хорошо а теперь такой вопрос наверное не зря приглашают наших джазовиков после школы кима назаретова наверное для того чтобы как-то поднять уровень джазовиков своих европейских ну хочу сказать не только из кима назаретова там учится и из гнесинки студенты которые либо закончили бакалавриат и поступили в магистратуру либо закончили колледж поехали туда на степень бакалавра нет скорее всего не для поднятия их их уровня а для понимания того что популярно у нас что популярно у них что популярно в америке чтобы понимать общую степень познания джаза во всех странах потому что наше российское понимание джаза но отличается у нас все-таки джаз это что это более больше свободы чем в классике это аккорды которые ты можешь играть не обязательно в каждую долю а свободно как хочешь можешь добавлять ступени отходя от нот которые написаны но все-таки наша школа джаза она идет от классической школы и поэтому мы имеем хорошую технику и потом конечно мы можем свободу нам мы можем добавить это гораздо легче у них же начинается все со свободой и зачастую не хватает техники которая есть у нас дай бог чтоб нам помогли техническом плане тогда следующий момент расскажи вот как твой день строится средний среднестатистический не выходной а вот тот день когда ты учишься на самом деле я учусь семь дней в неделю мой день начинается занять у нас начинается в полдесятого утра где-то до четырех у нас занятия и потом у нас practice time это когда мы бронируем комнату идем заниматься и до десяти вечера мы занимаемся после десяти у нас начинаются концерты и мы идем уже на концерты до полуночи и следующий день опять в полдесятого идем на учебу во время practice time я иду к примеру и час занимаюсь самостоятельно усовершенствую свою технику знакомлюсь новым материалом и к примеру два часа я занимаюсь уже с группой мы готовим программу для концертов вот и так каждый день концерты это у нас есть занятия по бизнесу потому что нас готовятся такие взрослые жизни и дают понять что за тобой никто не будет гоняться когда ты окончишь консерваторию ты должен сам найти себе работу сам найти себе деньги на пропитание можно так сказать и поэтому мы организуем концерты в кафе также в концертных залах и выступаем программа концерты это не обязательно свои авторские произведения это может быть свои аранжировки джазовых стандартов или же если к примеру я из россии я могу петь русские песни кто-то из болгарии он поет свои народные ну и таким образом мы знакомим слушателей со своей культурой как приветствует наши русские ну в принципе понимаешь если запоют болгары и русские то я думаю не пойму но они понимают музыку самое важное для любого слушателя они не цепляются за слова они цепляются за то настроение которое создается песней и там музыка все вот эти вот аккорды это же неспроста написано она погружает нас в какой-то вайб своего рода и поэтому каждый уходит хорошим настроением каждый понимает и языкового барьера нет а с чаевыми как чаевые лучше чем в россии это хорошо слушай а ну допустим сколько тебе осталось там еще полтора года еще полтора года а дальше дальше есть возможность остаться там есть возможность переехать в нью-йорк есть возможность вернуться в россии то есть возможности очень много да все зависит от меня ну да все зависит от возможности да которые тебя устроит да понятно если ты 7 дней неделю занимаешься а когда ты отдыхаешь у нас учеба построена чуть-чуть по-другому у нас есть четыре недели когда мы отдыхаем то есть это одна неделя осенью одна весной летом месяц и его две недели зимой и в это время консерватория закрывается потому что не понимает если ее не закрывать люди все равно будут ходить и заниматься и я к примеру на этих каникулах ездила в германию смотрела как там развивается музыкальная жизнь как там вообще жизнь в принципе а вот также на выходные мы очень часто идем на концерты у нас практически каждый день идут концерты и проходят большие фестивали несмотря на то что город маленький машину поскольку мы находимся не на музыкальном канале а все-таки на герой географическом расскажи что-нибудь про город в котором ты сейчас существуешь я живу в гронингене это 150 километров от амстердама это считается северной столицей нидерландов и город на одну треть состоит из студентов потому что там расположены два больших университета и собственно когда наступает лето город опустошается потому что все отдыхает набирается сил перед новым учебным годом у нас есть музей современного искусства который также популярен построен итальянским дизайнером минди не и что самое интересное что несмотря на то что город маленький у нас нет нужды ехать в столицу у нас есть абсолютно все у нас есть большие концертные зал у нас есть концерты которые проводят мировые звезды джазовые и поп есть кинотеатры есть ну все есть в общем нет нужды ехать куда-то зато у вас там нету нас с евгением можете приехать маш ну поскольку тема велосипедов не очень близка расскажи пожалуйста про велокультуру как она вообще устроена из чего состоит и как они там себя ощущают вообще очень много велосипедистов даже маленькие дети не знаю годика три им четыре они уже умеют ездить на велосипедах но кроме велосипедов там еще есть обычный городской транспорт который ходит круглосуточно правда с промежутком движения полчаса сорок минут если хочешь ждать можешь остаться на остановке сидеть также там зона чистого воздуха и каждый выходные проходят пикеты в поддержку того чтобы отказаться от бензина используя только электричество поэтому много машин которые заправляются электричеством и велосипедисты их очень много а у нас есть специальные дорожки для велосипедистов я купила себе велосипед потому что без него невозможно но их очень часто воруют поэтому нужно если собираетесь покупать велосипед то лучше купить уже б.у. и такой неприметный неприметный да и хочется рассказать про штрафы к примеру штрафы такие как на машине я полагаю если вы едете без включенного света в темное время суток то штраф составляет 95 евро подожди это на машине нет это на велосипеде на велосипеде без света да или без звонка штраф такой же если без тормозов тормоза у всех исправны а если самокат самокат тоже свет обязательно все везде всегда если едете разговариваете по телефону то штраф 100 евро на велосипеде на велосипеде поэтому неплохо поэтому да я первое время ходила пешком привыкала изучала штрафы правила и потом купила сколько населения города большого население города около 200 тысяч 200 тысяч да слушай ну если воздух очень чистый все хорошо а зачем пикеты потому что не все еще перешли на электро заправку автомобилей все-таки есть еще бензиновые автомобили и вот тут мы вспоминаем географию а откуда берется электричество в нидерландах мельницы ветровые мельницы которые стоят в полях они вырабатывают думаешь они генерируют столько энергии чтобы все ездили на электромобилях но еще я могу предположить что вода которая близко может быть как-то ну ладно мы-то знаем откуда не берланы берут электроэнергию маш послушай ну если вы целый день занимаетесь учитесь и потом вечером идете на карте концерт где-то даете естественно платные концерты то соответственно находясь на территории этого государства вы должны быть обложены каким-то налогом да можешь рассказать примерно в процентном соотношении что к чему у нас каждый житель нидерландов должен себя оформить как и п и когда он идет на работу он просто подает свои вот эти сведения на работу и платит налоги представляет декларацию доходах раз в три месяца и если доходы его больше 10 тысяч евро то он платит 21 процент со всего и 9 процентов с концертов этого для музыкантов есть 21 плюс 9 нет либо 21 процент если это программисты врачи если это музыканты которые пишут аранжировки тоже 21 процента если я концертирующий музыкант я 9 процентов с концертов плачу то есть ты можешь даже зарабатывать больше 10 тысяч евро но платишь все равно 9 процентов то есть они стимулируют чтоб никто не работал а все пели 10 тысяч евро тяжело заработать музыкой ну а так если не секрет ну так между нами примерно если довольно успешно концертировать в пределах чего можно уложиться ну если допустим ты уже научилась всему и тебе уже вот просто скучно целый день сидеть с утра до вечера там пела ну на самом деле тяжело найти такую работу чтобы петь с утра до вечера тяжело до вечера с вечера до полуночи до утра я даже не знаю ну меньше десяти тысяч это точно но если устроиться в сфере мюзикла то в месяц можно зарабатывать порядка двух-трех тысяч евро но это уже гарантированно на срок контракта да 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 и работая не каждый день то есть ну когда репетиции то три раза в неделю четыре перед показом это больше слушай а бывают музыку джазовый именно там я не сильно знакома вообще да конечно да интересно похваживать ну собственно у нас есть компания стейч интертеймент которая имеет офисы в россии вот в нидерландах германии в америке в общем восьми странах мира и они ставят мюзиклы которые вот в том году ушли на бродвей в этом году они ставят и вот сейчас там готовится к показу холодное сердце тина тёрнер и любой желающий может подать заявки и пройти кастинг отбор и стать участником этих мюзиков слушай а вот знаменитый голландский сыр вкусный да и как и вся молочная продукция и можно гвозди забивать он твердый все зависит от типа сыра конечно вообще есть да конечно что вкуснее российские или голландские мне голландский маш ну а расскажи тогда пожалуйста вот о кулинарных пристрастиях своих в принципе ты реализуешь их не в полной мере у меня нет времени на это как бы тебе хотелось да да хорошо а ну если в ценовом соотношении дорого там покушать там отличается от наших магазинов тем что там примерно все в одинаковом диапазоне оно чуть-чуть дороже но к примеру ты можешь не купить себе хлеб но купить что-то другое на эту же сумму у нас если ты не купишь хлеб ты даже не купишь по сути ничего потому что ну давайте в цифрах если к примеру хлеб там стоит до от евро до полтора евро но крупы всевозможные сыры стоят в пределах до трех-четырех евро за гречкой скучаешь гречки нет да но я нашла русский магазин есть да мы уже там один русский магазин есть собственно да там есть и китайский магазин и корейский магазин в общем там каждый найдет свой магазин свой кусочек у нас всего 150 миллионов и мы уже там есть китайцев поболее они везде да мясо дороже чем у нас но они очень много вегетарианцев и очень много биологических продуктов сыр биологический куриные яйца это все то есть если натуральный продукт то там шкала уже натуральные продукты дешевле дешевле чем биологические да биологические дороже а как они там выживают фермерское хозяйство развито очень хорошо поэтому и дешевле да наверное и все натуральное они прям за это переживают чтобы все без добавления без каких-то гмо чтобы продолжительной жизни может бояться или хотят увеличить а как кстати как они по сравнению с нами насколько дольше живут мне кажется дольше живут я не могу сказать точно за счет пенсии может быть но у них принято что если ты пожилой ну я не знаю они где-то может до 70 лет на велосипедах все еще ездят а потом в старости их дети сдают их в дома для пожилых людей потому что там у них более лучший присмотр за ними и когда ты живешь среди таких же как ты мне кажется это лучше для них они могут приезжать и навещать их в любое время я сама была там печальная тема какая-то нет на самом деле когда так рассказываешь да она печальна но когда вы просто побываете там посмотрите я поняла что да это гораздо лучше я бы хотела свою старость я бы сказала они их сдают отправляют отправляют ну там наверно да там за счет безусловно не платят каждый месяц за их содержание там ну я думаю там пенсии наверное хватает чтобы содержать не обязательно детям мне кажется все таки дети доплачивают тогда вернее не тогда а место скажи пожалуйста а как миграция ты ее ощущаешь видишь вообще вот в европе вы русские там славяне католицизм православие мусульмане как вот это все замешано ведь там стекаются практически со всех уголков планеты а что касается католицизма он там есть там нету мусульманство то есть никаких мечей там нет там есть один русский православный храм у нас в гронингене а что касается миграции в амстердаме она более заметна чем у меня в городе у меня в городе не так много мигрантов но если посмотреть на студентов то есть на состав то у нас очень маленький процент нидерландцев в основном это греки итальянцы испанцы русские тоже есть есть даже из латинской америки студенты с германии с много с литвы с латвии много с австрии вот у нас очень много приезжих но именно студенты так именно мигрантов наверное вот только из сирии их прям такие а скажи пожалуйста а какие еще учебные заведения присутствуют в городе о которых вы там слышали как-то общаемся да у нас два больших университета это гронинский университет и мой это университет хан за прикладных наук и как отделение этого университета вот например моя консерватория институт минерва это изобразительных искусств и школа бизнеса то есть у них есть свои дочерние такие университеты но все это большой университет хан за то есть вот университет токарного производства или там старелитейного такого нету такого не встречала есть отделение фермерского хозяйства где люди учатся им это близко да они ленивые любят покушать еще у нас проходит занятие когда к примеру приглашают студентов из другого университета и мы обмениваемся к примеру вот по бизнесу к нам приходили студенты третьего курса мы первый курс магистратуры и нас как бы старались соединить чтобы мы поговорили какие у нас есть проблемы что нам не хватает и они поняли специфику нашего продвижения в музыкальном бизнесе и вот таким образом мы обменялись знаниями и будем работать вместе скажи пожалуйста на каком языке вы общаетесь мы общаемся на английском также учим голландский чуть-чуть но голландский он на французский на немецкий на немецкий и в принципе слова даже похожи произношение может быть чуть-чуть отличается от немецкого но в основном он английский у нас официальный с педагогами мне с английским хорошо хорошо да маш ну вот смотри меня как велосипедиста всегда волновал вопрос с бездомными собаками бездомных кошек и собак в нидерландах нет а потому что не знаю почему их там нет просто их там нет каждый подбирает себе и забирает и ни разу не встречала в общем там и подбирать никого да а вот где ты живешь там у хозяев есть какие-то домашние животные я живу без хозяев там принято что хозяева сдают тебе комнаты и они не живут с тобой у них есть свой отдельный дом в свой личный дом тебя никто не пустит и ты жить там не будешь если у них есть там другие дома как они издают мы встретились один раз когда он не поприветствовал показал мне мою комнату мои апартаменты и все и дальше мы общаемся по ватсапу если какие-то мне вопросы или там мне нужно чтобы мне что-то подчинили или пришли я его вызываю расчетный счет да и туда плачу да и более того если я там живу и считаюсь хозяйкой этого всего и если к примеру хозяин ко мне приходит он спрашивает у меня моего разрешения может ли он прийти этом или не может также там все очень серьезно с пропиской потому что развита почта и абсолютно все документы тебе приходят по почте и к примеру электрон нет по обычной по обычной почте то есть если даже у меня в банк должна пойти какие-то бумаги заполнить я это заполняю дома и отправляю по почте то же самое они мне присылают обратно по почте все то есть у них вот эта прослойка между пролетариатом и управленцами она очень сильно развита да да а тоже улицы подметает рабочие на нет и делают редко хорошо тогда такой вопрос я скажи пожалуйста вот чтобы вот ты закончила и как ты поехала там грант у тебя был какой-то или это твое личное желание было поехать учиться если это личное желание что для этого надо желание это было мое личное да это было мое личное желание нужно было сдать вступительные также для магистратуры нужна цель поездки то есть не просто я хочу закончить магистратуру нужна именно тема твоего исследования которые ты хочешь изучить и должен доказать почему именно эта консерватория подходит почему на эти педагоги должны с тобой заниматься этим исследованием и когда они посчитают нужным что да ты подходишь ты поступаешь и они начинают заниматься оформлением документов вид на жительство но сначала ты студенческая виза но студенческая виза дается сроком на три месяца и потом они тебе выдают вид на жительство ну на срок твоего обучения к примеру у меня два года обучения значит мне на два с половиной года а дальше дальше они дают рабочую визу на год для того чтобы ты смог найти там работу то есть это в любом случае это все время постоянный вид на жительство да а гражданство получения гражданство мне кажется такая же такие же ступени да если они увидят что да нам этот гражданин мне кажется все таки нужно сдать экзамен по языку потому что если хочешь иметь хорошую работу это должен владеть голландским языком и конечно же прожить на территории не менее пяти лет мне кажется как во всех странах это вот пять лет это срок после которого можно о чем-то говорить можно получить до гражданства сдав экзамен возрастной контингент местных жителей коренных он примерно как кого там больше пенсионеров молодых детей там больше среднего возраста население среднего возраста вообще принято что до 30 ты еще ребенок который может свободно учиться путешествовать наслаждаться жизнь и только после 30 ты заводишь семью детей и часто дети имеют таких уже взрослых родителей где-то около когда тебе около сорока ну тебя уже дети это считается нормой и поэтому молодежи там не особо много много приезжей молодежи вот а вот именно среднего возраста от 30 до 50 много да это наверно родители номер один родители номер два но это в каждой семье зависит от семьи да маша скажи пожалуйста вот ты говорила что люди свободно от работы время или вместо работы постоянно пикетируют постоянно там на демонстрациях что за чистый воздух а что у вас там на улицах с мусором мусор у нас сортируется пластик органические отходы стекло и и и так далее но это это на словах это теоретически а вот практически давай конкретно к примеру в моей консерватории да давай конкретно в твоей квартире мусор сортируется то есть под каждый вид мусора свой мешочек да и потом когда я иду выбрасывать мусор тоже стоят контейнеры которые каждый контейнер под определенное что-то и выбрасываешь ну и как вот когда ты контейнер открываешь чтобы выбросить мусор контейнер нет я не вижу что там потому что во первых вместе карточка пластиковая по которой я открываю эти контейнеры да просто так и не откроет никто и эти контейнеры открываются только мои то есть те которые рядом с моим домом хорошо тогда плавно переходим к вопросу о бездомных бездомных там как они без пластика карточки откроют контейнер Для бездомных есть другое. Они сдают стеклянные бутылки в магазинах и получают за это чеки для оплаты продуктов. То есть контейнеры никто не открывает, не перебирает, никто ничего не выкидывает? Нет, и бездомные люди, они все-таки стараются вернуться к обычной жизни. Они идут в специализированные центры. Если те, которые живут на улице, для них есть все условия, такие как душ, питание бесплатное в определенные дни. То есть они могут это все получить. Но если можно это все получить, зачем возвращаться к нормальной жизни? Ну, до определенного момента это все бесплатно. И все-таки у людей есть какая-то цель. Не каждый хочет всю жизнь. Нет, я думаю, что должна быть какая-то другая мотивация. Да, но это не те люди, которые пьющие и лишились дома. Это люди, у которых были какие-то проблемы. Не так, как у нас. Я не могу. Женя придумывает какие-то вопросы. Про бездомные. Они бездомными по другой причине становятся. И поэтому каждый стремится вернуться к нормальной жизни. Ты как девочка должна была сказать, ну, например, от неразделенной любви. Пошел и ушел из дома. Понимаете, если любовь неразделенная, всегда однополая. Жена уже. А, нет, родитель номер один изменил, и родитель номер два ушел из дома и стал бездомным. Магазины до шести работают. Вечер? Да. А дальше? А дальше все закрытое, потому что они уважают людской труд. Ну, как бы, это люди, которые должны иметь... А круглосуточные? Нет. А, нет, днем спят. Максимум до десяти есть один продуктовый. А заправки? А заправки там тоже по часам. И если это выходной день, никто тебе не ответит ни на сообщение, ни на что. Да у вас конкретатура прям какая-то. Они себя уважают, просто и любят. Они понимают, что жизнь у них одна. Если они будут всем помогать, то... Жизни не хватит. Конечно, да. Ну, это эгоистическое какое-то общество. Это правда, да? И детям они никак не помогают. Вообще вот это меня добило сразу. А мне нравится, дети самостоятельные становятся. Ну, за учебу они им помогают платить, конечно, да. А так они сами. То есть из какого возраста дети становятся? С восемнадцать. Нет, подожди, ты до этого говорил с тридцати. А, в смысле заводят семью с тридцати. А. А уходят от родителей в восемнадцать. Или их выгоняют, или они уходят? Ну, им тонко намекают. Намекать начинают с пятнадцати, да, и в восемнадцати... Нет, ты можешь вернуться, конечно, но никто не возвращается. Ну, да, было бы куда вернуться. К родителям. Вот видишь, как хорошо, тебе есть куда вернуться. Почему? Потому что я в России. Потому что у нас правильные устои, православные, а не католические. Да, ну нет. Ну, а, к примеру, коррупция, почему нас развивается? Потому что каждый хочет обеспечить... Нет, ну, на самом деле, коррупция, понимаешь, коррупция итальянская и коррупция российская, это слово одно. Ну, подразумеваются разные. А действия разные, абсолютно. Мы помогаем. Кому себе? Они помогают нам, мы помогаем им. А там вымогают, там забирают. У нас дело добровольное. Как Жванецкий говорил, медицина у нас бесплатная. А про медицину можно? Вы можете не платить, если вас не интересует результат. Ну, вот же, да. Ну, давай тогда плавно перейдем к медицине. Ты обращалась? Да. С медицинской помощью? Да. Я не буду спрашивать, по какому поводу. Расскажи, как у них это работает. У них это интересно работает. Во-первых, у меня есть страховка медицинская на год. Она у меня студенческая. Если я работаю, мне нужна уже рабочая страховка. Она на порядок больше стоит. И все врачи у них настроены позитивно. То есть, все всегда хорошо. Нет никаких проблем. И что самое сложное, это купить лекарства. Потому что лекарства, такие как нурофен, там, ножпа, такие общего пользования, они продаются в обычных продуктовых магазинах. А в аптеках уже продаются лекарства, которые по рецепту. И если врач рецепты не дает, то ты не можешь этого купить. Ты в аптеку не можешь даже и не заходить. Да, можно не заходить, потому что тебе там все равно ничего не продадут. А врач, если он решил, что все хорошо, то все хорошо. То есть, сами лечения там разве-то хорошо? Ну, там практически никто не болеет. У нас тут поголовная вакцинация. А как дело там обстоит? Там вакцинации нет. То есть, грипп это твои проблемы? Мне кажется, там особо никто и не болеет гриппом. Потому что климат, нету каких-то резких холодных температур. Всегда все держится в пределах одной температуры. И редко кто болеет. Ты знаешь, мне тоже кажется, что это проблема надуманная. У нас тоже гриппа нет. Мы просто помогаем фармакологии. Может быть. И это не коррупция, заметь. Это про Маша. Маша, а вот Петра Первого помнят в Нидерландах? Там никто не говорит. Никто не говорит про Петра Первого? Что вот был такой русский царь? Ну, может, потому что я учусь в консерватории, все только про композиторов говорят. Ну, а наших композиторов про Хмайнов, Чайковский? Да, классику очень уважают, русскую. И даже по классическим предметам у нас там русские педагоги. Вот как. Да, считают, что лучше русских этого преподать никто не может. Ну, русских много, где можно лучше. Ты вообще попутешествовала по Нидерландам? Вообще, да, было время попутешествовать. Я понимаю, что в вашем городе есть все. Да. Его можно куполом накрыть и не выходить там. И жить всю жизнь, да. Ну, интересно же там посмотреть, как живут другие города. Да, конечно. Вообще на пейзажи, на природу. На чем ты путешествуешь? Я путешествую на поезде, потому что я студент, у меня есть скидка. Вообще считается, что поезд – это дорогой вид транспорта, и многие предпочитают автобусы. Также интересно, что поезда только сидячие, двухэтажные, одноэтажные. Но если вы путешествуете на дальнее расстояние или в другую страну, вы можете заказать себе вагон лежачий, такой, как у нас. И тогда вам прицепят дополнительно вагон, даже если вы один купили билет, да. Вот это да. Маш, слушай, ну, поскольку ты велосипед приобрела и успешно о нем катаешься, а много людей, которые ведут активный образ жизни, я имею в виду физкультуру, бегают, мешают под колесами, боишься их задавить, в парковых зонах какие-то йогой занимаются бабушки, ноги выкручивают. Много людей? Много, да, таких много людей. И среди моих студентов, друзей практически каждый ходит в зал. Или же в нашем университете мы покупаем абонементы, в течение года ходим на абсолютно все курсы. Да, это и йога, и бассейн, и футбол, и баскетбол, и все, что хочешь. Да, очень развита и поддерживается. Мария, а вот скажи, пожалуйста, ну, насколько я слышал, что Голландия, она процентов на 40 из воды состоит, вообще как островное государство, и там, наверное, водный транспорт, он развит. Вообще люди как, они, по-моему, мореходы были еще с тех времен. Да, да, да. Как там это дело обстоит? У каждого, наверное, помимо велосипеда еще и своя лодка есть. Это да, это ценится, иметь свою лодку. Но еще много людей живут на воде, на баржах, на больших кораблях. У них там квартиры, и это очень удобно, потому что ты можешь путешествовать по каналам, по городам. Вот, также в середине декабря у нас проходил фестиваль лодок, когда каждый показывает свои лодки, украшает их гирляндами, запускает на лодку и приготовляет там всякие вкусности и зовет людей. Вот. И еще в сентябре и в мае у нас проходит соревнование. Каждый университет готовит лодку, и уже на скорость они переплывают вокруг города. То есть именно лодку? Ну, как вы, каноэ. То есть шермицы у вас там нету? Что-то, в общем. Could you start speaking English, please? I can understand. Thank you well. Там за это, закипело. Давай кофе попьем. Маша, ну поскольку хронометраж нас уже зашкаливает, мы уже практически 15 часов с тобой беседуем, мы понимаем, что ты устала. В конце хотелось бы спросить, когда ты к нам приедешь еще? Еще планирую в этом году, летом. Летом? Да. Мы подготовимся с вопросами, не так, как в этот раз. И очень будем надеяться, что ты посетишь нас, зашуешь своим вниманием. Вопросы будут интересные, без подвоха. Светы более разнообразные. Да, и ты уже будешь больше знать о месте своего пребывания. Засим разрешите попрощаться. Спасибо большое Марии. Пожелаю ей творческих успехов, терпения. Ну и так далее, и тому подобное. Подписывайтесь на канал Евгения Голосюка. Дай Бог ему здоровья. Ставьте пальцы вверх. Да. И нажимайте на какой-то там колокольчик, чтобы он вас оповещал, когда вам это не надо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин